Самые заметные темы и события вторника, 16 декабря, в программе «Наше время». В студии Америки Ульманов. Здравствуйте. И вначале об очередных исторических максимумах, которые сегодня побили единая европейская и американская валюты. Доллар на московской бирже к вечеру вырос до 80 рублей, евро пробил психологическую отметку в 100 рублей. Правда, чуть позже европейская валюта немного откатила и замерла на отметке 92 рубля. Из-за бесконечных скачков банки Оренбурга сегодня только и успевали менять цифры на валютном табло. Тем не менее, официальный курс на завтра, установленный Центробанком, доллар 61.15, евро 76.15. Несмотря на финансовую нестабильность, оренбуржцы паническим настроением не поддаются. Как нам сообщили в городских банках, жители обменивают валюту в обычном режиме. Однако уже сегодня в федеральных СМИ появилась информация, что банки начали скупать валютное табло с пятизначными цифрами, готовясь к тому, что доллар и евро перешагнут отметку в 100 рублей. Чтобы хоть как-то поддержать курс рубля и сдержать инфляцию, прошлой ночью Центральный банк России повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. Что такое ключевая ставка? Это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. При низкой ключевой ставке и быстром ослаблении рубля у банков есть выиграющая стратегия. Они могут брать деньги у ЦБ, переводить их в валюту и за счет обесценивания рубля получать доход. Высокая ключевая ставка делает такие операции гораздо рискованнее. Но самое главное, по мнению экспертов, займы для бизнеса и населения станут менее доступными. Вырастут ставки по кредитам, кроме этого банки, опасаясь неплатежей, будут чаще отказывать в суде. Но есть и хорошая новость. Одновременно с подорожанием кредитов существенно вырастут и ставки по вкладам в рублях. Но происходить это будет постепенно. Когда именно начнут дорожать кредиты и подниматься проценты по вкладам, неясно. В Оренбургских банках и областном управлении ЦБ от комментариев пока воздерживаются. Кому тревога, а кому сплошная выгода. Пока падение курса рубля у оренбуржцев вызывает опасения. У жителей Казахстана всплеск покупательской активности. Дело в том, что рубль дешевеет не только к доллару и евро, но и к казахстанскому тенге. Потому соседи ринулись в Оренбуржье скупать недвижимость, автомобили, бытовую технику и электронику. Какие машины и квартиры предпочитают граждане Казахстана? И не скажется ли такая активность наших соседей на экономике региона? Разбирался Юрий Мишенин. Разные машины смотрим. Просто цены. Какие сравниваем с казахстанскими, российскими. В Илтай до Улитбаев вместе с братом приехали в Оренбург с Байконура. Машину выбрали не космической цены и внешности, купили обычную УАЗовскую Ниву. Но даже на такой сделке, говорят, сэкономили пару-тройку тысяч долларов. Разница в курсах валют. Вот главная причина активности жителей Казахстана на Оренбургской земле. То, что раньше для них было дорого, теперь доступно и выгодно. Сейчас 3,2 тенге за 1 рубль. До этого было 5,4. Самым максимальным 5,4 тенге. Сейчас меньше. И плюс разница в доллар. Доллар у вас дороже, чем у нас. Разница тоже большая. Торговля идет полным ходом. Одни хотят купить, другие им в этом активно помогают. Вот такие таблички на многих автор. В итоге за один только субботний день здесь, в Автограде, было продано более 200 машин. И почти все ушли в Казахстан. В выходной день народу очень много. И на территории, скажем так, за пределом торгового центра, на рынке, под открытым небом, очень много народу машины раскупают. И как бы здесь уже вопрос о наполнении новыми партиями автомобилей встает. Две руки, две ноги, одна голова. Но чем они отличаются? Люди. Милана Левченко говорит, покупатели квартиры из Казахстана ничем не отличаются от оренбуржцев. Только теперь гостей из соседнего государства, интересующихся недвижимостью, стало в разы больше. Спросом у них пользуются одно и двухкомнатные квартиры. В основном новостройка. Вчера мы, допустим, продали большую квартиру на Донецкой, которая именно для жизни человек переезжает сюда. И тоже он из Казахстана. Вот, поэтому разные цели, конечно. Но большинство вкладывает. Специалисты уверены, ничего плохого в такой активности жителей Казахстана нет. Ведь они вкладывают средства в экономику и торговлю Оренбуржской области. Покупают квартиры, автомобили, бытовую технику здесь, у нас. Как пример, в автосалонах был спад продаж, стал рост. За счет оренбуржцев, купивших машины, чтобы хоть как-то сохранить средства, и гостей из Казахстана. У меня есть приятель, мой директор, он говорил, что в этом году у нас на 26% упал. Покупали продажи, по сравнению с прошлым годом. А к концу года они выровнялись. И выровнялись за счет двух этих факторов. Первый, люди все-таки сообразили, что лучше сегодня купить свою мечту на отложенные деньги, чем не купить ее никогда. И плюс Казахстан помог. То есть товар ушел. Хотя бы эти люди, владельцы автосалонов, скажем, или владельцы бытовой техники, получили какие-то деньги. Юрий Мишинин, Вадим Нечаев, Виктор Гошенев. Наше время. И несмотря на по-прежнему дешевеющую нефть, стоимость топлива на АЗС Оренбурга практически не изменилась. Ценники на заправках сменила только Башнефть. Там топливо подешевело, но всего на 10 копеек. Напомню, 9 декабря на совещании с членами правительства президент Владимир Путин возмутился ростом розничной стоимости бензина при падении мировых цен на нефть. И призвал антимонопольную службу разобраться с ситуацией. После этого в ряде регионов стоимость литра топлива упала почти на 30 копеек. Еще есть тема этого дня. Смешали с мусором. Полтонны замороженных овощей сегодня отправились на городскую свалку. Морковь, грибы и картофель, расфасованные по пакетам, миновали стол оренбуржцев по воле таможенников. В ноябре этого года они задержали продукты на казахстанской границе. При досмотре у груза была найдена масса нарушений. Оказалось, овощи везли из Польши. А с августа этого года продовольствие из Европы вне закона. Но это не единственная причина, почему списали овощи. За что еще продукты отправились на свалку. На полигоне бытовых отходов побывала Ольга Патрушева. С ними суп не сваришь. Наборы для грибного яства просрочены не на один год. Всего таких упаковок более 1300. Около месяца назад овощной груз из Польши задержали на границе с Казахстаном. Данный товар выступал в качестве товароприкрытия для ввоза на территорию Российской Федерации. Основного товара это шпика свиного производства Республики Польша. Это тот самый шпик, который таможенники задержали в ноябре. Напомню, 40 тонн контрабандного сала везли в двух фурах. Если на овощи перевозчик потрудился оформить хоть какие-то документы, то шпик был чистой контрабандой. На данный момент его передали в Ростельхознадзор, а там, скорее всего, утилизируют. Та же судьба ждет и украинский сыр, который пытались перевезти в огромном количестве – 80 тонн. До 7 августа данный товар проходил посоместный абсолютный контроль на границах, на западных границах нашей страны, при ввозе его на территорию Российской Федерации. Подобных фактов практически отсутствовали. В настоящий момент данный товар проходит по процедуре таможенного транзита, то есть мы его в полном объеме не имеем права проверять. 7 августа на границе с Казахстаном задержано более 100 тонн так называемой санкционной продукции. Так, к примеру, две недели назад отправили обратно 40 тонн яблок из Польши, 3 фуры груш из Голландии. Это контрабанда, говорят таможенники. Как правило, весь товар сомнительного качества, так как возится в Россию не для честной реализации, а для подпольной торговли. Ольга Патрушева, Вадим Ючаев, Наше Время. Добегался. Руслан Аманкулов снова на скамье подсудимых. На сей раз за очередную попытку побега. Напомню, Аманкулов дважды оставлял стражей порядка с носом. После первого побега из суда его искали больше месяца. Во второй раз удача от Аманкулова отвернулась. И вместо побега, уже из СИЗО, получилась всего лишь попытка. Правда, сейчас защита подсудимого пытается доказать. Замысел все-таки удался. Зачем преступник нарывается на более строгую статью, знают Елена Кузнецова и Станислав Доминов. Такие меры предосторожности не часто увидишь. Подсудимой в железной клетке, вокруг живым щитом, выстроились 8 приставов. Это при том, что Аманкулов с трудом может стоять на ногах. Последствия последнего побега. Я вам просто хочу сказать, что это не для моих личных благ. И не для избежания наказания. Создав интригу, Руслан Аманкулов закончил интервью. А как много мог бы рассказать. В 8 лет он строил блестящую криминальную карьеру. Похищение людей, вымогательство, грабеж, причинение вреда, повлекшее смерть жертвы. Все это потянуло на 18 лет по переговору областного суда. Но по-настоящему Аманкулов прославился своими побегами. В начале вот так изящно ушел из конвойного помещения Ленинского суда. Потом сиганул из окна следственного изолятора. Правда, сужденный не птица. Дальше внутреннего дворика не улетел. Зато получил тяжелый перелом ног. Собственно, за этот полет его теперь и судят. Я отказываюсь от услуг адвоката Никольского. Прошу допустить к участию в деле в качестве защитника. Наряду с адвокатом, утиганом, моего отца. Такого не ожидал ни суд, ни журналист. Ведь казалось, приговор не заставит себя долго ждать. Прижок Аманкулова снят камерами наблюдения, запечатлен свидетелями, подкреплен доказательствами, да и обвинение вменяет всего попытку побега. Но с виду простое дело превратилось в шумное шоу. Хотели же в тюрьме спокойно рассмотреть, потому что человеку сложно ходить по ступенькам. Нет, надо сюда прийти, надо, чтобы человек на коленях шел, чтобы подключить прессу, чтобы все увидели. Это была инициатива? Отца. Они не сошлись в тактике и стратегии, ведь родной отец доказывает, что Аманкулов все-таки сумел сбежать из СИЗО. И все на благо общества. И за побег могут дать один год. Если это докажет, действительно побег был с пользой для государства. Он до этого, в областном суде говорил, до этого. Я неоднократно проливал кровь в борьбе с коррупцией, с беззаконием. Послушать отца так побег Руслана Аманкулова был едва ли не социальной акцией. Выявил недостатки системы и халатность правоохранителей. Разве за такое судят? Да и вообще сын для отца, хоть и преступник, но совсем неплохой. Мой сын справедливый и честный человек. Адвокат вежливо улыбнулась и удалилась. Суд перенес заседание 26 декабря. А Аманкулова отправились дальше строить свою оборону. Елена Кузнецовна и Слав Доминов. Наше время. Чистка рядов. Оренбургские коммунисты исключили из своей партии одиозного депутата городского совета Нурлана Монжасарова. Политическая судьба народного избранника была решена областным бюро КПРФ. Поводом для исключения послужили многочисленные нарушения устава. Кроме этого, Нурлана Монжасарова уличили в том, что он якобы компрометировал вышестоящее руководство. Известно также, что из рядов коммунистов вышла и Любовь Борзунова, до недавнего времени занимавшая пост второго секретаря Оренбургского обкома КПРФ. В рабочих встречах, личных встречах человек не готов был осознать свою позицию, которая просто дезорганизует нашу противную организацию. Тем более, когда нужна консолидация накануне предстоящих выборов, мы не могли дальше терпеть вот эту недисциплинированность. Будет ли Нурлан Монжасаров оспаривать решение обкома КПРФ или примкнет к какой-нибудь другой партии, неизвестно. В телефонном разговоре депутат от комментариев отказался. Дед Морозом может стать каждый. В Оренбурге продолжается благотворительная акция для детей из приютов и детских домов. По замыслу организаторов, любой желающий может купить подарок ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Наша съемочная группа побывала в детском социальном приюте «Лучик» и выяснила, чего хотят маленькие оренбуржцы в преддверии Нового года. Чтобы у меня было очень много друзей. Вот что 9-летняя Вика загадала Деду Морозу. Новогодние желания воспитанников из социального приюта «Лучик» неприхотливы. Все эти дети из неблагополучных семей. И здесь их буквально отмывают и отогревают. А в Новый год жизни этих маленьких непосед обязательно стараются привнести сказку. В преддверии праздника есть традиция, мы пишем письма Деду Морозу. И каждый год дети в новогоднюю или в рождественскую ночь получают свои подарки. Куклы, машины, мягкие игрушки, мягкие тапочки. То есть то, что могло им напоминать бы о доме. А сотворить волшебство для «Лучика» вот уже пятый год помогает Константин Бордовский. Это он сейчас помогает детям мастерить новогодние открытки. Он же организатор акции «Дедом Морозом может стать каждый». Благодаря этому проекту и его участникам в этом году свои подарки получат полторы тысячи детей в детских приютах города и области. Любой житель города Оренбурга может зайти в социальные сети ВКонтакте, в группу «Один Дед Мороз». Дед Морозом может стать каждый. И отписаться. И мы пришлем письмо ребенка, и он уже может приобрести данный подарок и передать нам. Мы стараемся организовать проект так, чтобы каждый ребенок получил подарок. Потому что для ребенка это важно. Свои письма Деду Морозу воспитанники приютов пишут прямо на обратной стороне своих рисунков. Исполнить детскую мечту можете и вы. Чтобы сделать доброе дело, у вас есть еще две недели. Яна Корчук, Владимир Семенов. Наше время. Как северные олени в нашем степном краю прописались. Оренбуржцам уготовили необычное предновогоднее развлечение – катание на оленях. Рогатые звери прибыли к нам из Хантамансийского автономного округа и довольно быстро прижились. Успели умять всю рябину в округе и подружиться с местной детворой. Наша Екатерина Киселева сегодня тоже попыталась приручить северных гостей. Сейчас узнаем, удалось ли ей это. У нас вот это идет впереди, Герда. Лидер. Лидер, да. Если кто-то вперед заходит, то все. Начинает нервничать, злиться. Темперамент у этих северных и рогатых горячий. У каждого свои особенности, одна другой своеобразнее. Вот ласка, к примеру, поначалу была вовсе не ласковой. Она и бодалась, и брыкалась, и жаловалась в райком. Все делала. А сейчас ничего, воспитали. Худо-бедно воспитать получилось всех четверых. Рогатые перестали вздрагивать от звуков проезжающих машин, слопали всю рябину в округе и особенно подружились с местной детворой. Она как собака. Мы ее отвязываем в веревку, ходим по огороду. Самое сложное – раздобыть этому мини-стаду ягель. Без него им жизнь не мила. Приходится заказывать с самого северу. Остальной рацион получилось адаптировать под наш степной край. Из моих рук, к примеру, рогатый шиповник за обе щеки уплетали. Ты будешь такой, гостя? Я. Ну, едят в основном траву, а зимой вот то, что остается под снегом. Им сам принцип, чтобы из-под снега достать. Ягоды едят, рябину, яблоки дикие, грибы. Но явились эти северные гости к нам для того, чтобы дарить новогоднее настроение. Прокатиться на них с ветерком можно будет в национальной деревне, к примеру. Почувствовать себя Санта-Клаусом или Снежной королевой. Учи меня, олень, по моему хотенью. Учи меня, олень, в свою страну оленью. Мне нравится оленок кататься, потому что они травые. Пока в сане закругают по одному оленю, второй, как видите, шагает рядом. Замучки думают, что если выстроить ряд всех четверых, они смогут развить почти космическую скорость. Уж больно резвые и темпераментные эти наши северные гости. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек, наше время. Пришло время спорта. Оренбургские дзюдоисты отобрались в финал чемпионата страны. В Казань, где в 15-м году и пройдет турнир, поедут Ксения Задворного, Анна Товмасян, Диана Тунян, Иван Ионов и Рулан Умбетов. Путевки на соревнования наши спортсмены завоевали в Балаково. Там накануне завершилось первенство Вооруженных сил России под дзюдо. Медали турнира оспаривали юноши и девушки не старше 16 лет. Всего около 250 спортсменов из 21 региона страны. Сборная Оренбургской области по итогам соревнований занесла в свой актив 5 медалей, завоевав 2 золота и 3 серебра. Наш обозреватель Сергей Тыщенко, как всегда, в курсе самых последних событий из мира спорта. Ему и слово. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Минус победа. Комитет по проведению соревнований в первенстве страны по хоккею с мячом среди команд высшей лиги лишил Оренбургский локомотив трех очков. Поводом для принятия такого решения послужило нарушение железнодорожниками регламента турнира. Напомним, в одном из матчей Оренбургского локомотива и Саратовского универсала, который завершился победой красно-белых со счетом 7-5, за железнодорожников выступал незаявленный Степан Бибаев. За это нарушение комитет засчитал у локомотива техническое поражение и снял с команды 3 очка. Добавлю, что во втором поединке успех также был на стороне хозяев. Оренбургцы переграли Волжан со счетом 5-3 и уже завтра сыграют на своей домашней арене с Свердловскими армейцами. Проиграли в Сухую, Орский Южный Урал потерпел очередное поражение в чемпионате ВХЛ. Накануне южноуральцы принимали на своем льду хоккейный клуб Саров и уступили гостям со счетом 0-2. Первая шайба ворот Харчан побывала на 26-й минуте, точно броском отметился Кирилл Полянский. Второй раз успех атомный праздновали за 15 секунд до конца матча. Григорий Мищенко поразил уже пустую рамку Южного Урала. И пока это все новости спорта. До встречи. Сегодня в областном центре вот уже в третий раз проходит универсальная межрегиональная выставка-ярмарка регионы России, которая будет открыта в нашем городе с 16 по 20 декабря и в этот раз в ДК «Экспресс». Выставка выбрала в себя все лучшие традиции настоящей российской ярмарки. Здесь можно приобрести товары и продукцию на любой вкус. Мы из Греции. Мы прямо из Греции к вам приехали, чтобы одеть тепло ваших оренбурженок. Шубки у нас на любой вкус. Есть приталенные, есть прямые силы, это есть модные новиночки баллончиками шубки. Обувь и шапки, большое разнообразие верхней одежды, меха из Греции, шерстяные изделия из Монголии, разнообразие шторы с Северной Осетии по цене производителя, люстры гусь-хрустальные, сувениры, обереги и иконы, приборы для профилактики и восстановления здоровья. «Одежда натуральная, согревающая термобелье на основе натуральных волокон, ангора, шерсть, шелк, особенно для охотника, для рыболовов, а также для людей, которые имеют такие заболевания, как артрит, артроз». «Для вас мы привезли иконы, освещенные на нашей земле, иконы из натурального камня обсидиана, написанные сусальным золотом». «Представляем свою продукцию хрустальные люстры. Не Китай, не Турция, все наши отечественные циколя. И проводка вся наша, тоже отечественная цоколь Е27, можно энергосберегающую, лампу накаленную или светодиодную». Кроме всего перечисленного, на ярмарке можно найти продукты из различных уголков нашей необъятной родины, такие как рыба с Камчатки, алтайский мед, азовская халва, орехи и рахат-лукум. Выставка работает на первом и втором этажах с 10 до 19 часов, а в субботу, 20 декабря, только с 10 до 15 часов дня. Торопитесь, ярмарка будет открыта всего 5 дней. Сейчас информация от городских электрических сетей. В среду, 17 декабря, жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Перебой со светом, возможный в пригороде. Название улиц, где не будет электричества, вы видите на своих экранах. Уточнить их можно по телефону 56-83-38 или 98-48-48. Несмотря на тревожные новости с валютного рынка, закончить выпуск все-таки хочется на позитивной ноте. В одном из почтовых отделений Оренбурга клиента встречает пушистый код. Один из пользователей интернета выложил в социальную сеть ролик, как серый комок развалился на стойке обслуживания, сладко подтягивается и совсем не против, чтобы его ласкали. В комментариях к короткому ролику оренбургцы заметили, что подобную картину на почте можно встретить довольно часто. Вот такие у нас по-домашнему уютные почтовые отделения. Это все, о чем мы успели сегодня рассказать. С новостями середины недели. Завтра с вами поделится Юлия Гафарова. Я с вами прощаюсь. Хорошего настроения и будьте здоровы.